МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Их кричат студик, слушатель, заушник, студень, универсант, бурж, бурсак, студиоз. Именно такие синонимы, к слову студент, выдал мне перед эфиром словарь. Но ты как студента не назови, ему все ни почем. Многие из нас уже прошли ту пору заманчивой и сладкой жизни. Кто-то еще на пороге грандиозных открытий, а кто-то в самой гуще событий. Тем не менее, 25 января все мы вспоминаем юношеские студенческие годы. Чем мы займемся сегодня? В эфире другие новости. Я Светлана Доброхотова. Ну что ж, начинаем отмечать Татьянин день. Итак, праздник студенчества в современной России официально отмечают всего 14 лет. В 2005 году указом президента страны 25 января официально утвержден профессиональный праздник российских студентов. Хотя на самом деле история берет начало еще в 18 веке. В 1755 году императрица Елизавета Петровна 25 января по новому стилю в Татьянин день подписала указ об учреждении Московского университета. С тех пор Святая Татьяна считается покровительницей всех студентов. Сначала праздник отмечался исключительно в Москве пышными народными гуляниями, чуть позже стал всероссийским, и у него появился даже особый ритуал. В этот день устраивались торжественные акты с раздачей наград. Интересное замечание квартальное тогда не трогали даже чрезвычайно нетрезвых студентов. Традиции пышного праздника сохранились и по сей день. Ярославские студенты, например, начали отмечать уже с самого утра. Причем под девизом «быстрее, выше, сильнее». Кто победил в нешуточной схватке и какие призы ожидали их? Обо всем в деталях расскажет Александра Панкратова. Никакой пощады, только агрессия и победа. Именно так ведущий Максим Крюков отзывается о спортивном фестивале. 14 команд, 120 студентов региональных вузов, техникумов и колледжей склеснулись в бескомпромиссной борьбе за главный трофей. Сложно. Очень сложные противники. Они из военные, подготовленные. Вот. Мы не подготовленные. Но вы сможете дать отпор? Да, конечно, сможем. Да. Мы где? Мы где? Ты знаешь, мы где? В танцевальных баттлах эмоций не меньше, чем на площадках по соседству. Задача здесь – шайбой разбить замок и выбить его фигурки из круга. А вот в живом керлинге все решит мужская сила, меткость и скорость. Держите за плюшку, да. И, парни, вы толкаете не об эту штучку, не об плюшку, а лучше о спину. Так удобнее. Если я упаду, я тебе ударю. Это было очень круто. Ну, вообще, сам настрой. Сегодня день студента. Мы вообще последний курс. У нас последний день студенчества. Поэтому мы прям веселимся во всю. Нам очень нравится. Ну, конечно, холодно, но что поделать. Фестиваль разворачивается на площадке за Миллениумом. Кстати, колесо обозрения – обязательная станция для команд. За один круг в 10 минут нужно пройти интеллектуальную эстафету. Вот эти троем играли операции. А, нет. Дентельменами дачи. Когда все этапы позади, компетентная жюри подсчитывает баллы и вписывает имена победителей в спецдипломы. Задача, в первую очередь, получить удовольствие. И на капитанской мы, конечно же, всем и говорили, что давайте просто получать, не спорить, не кричать друг на друга. Ну, а, конечно, главные победители, кто больше всех собрал баллов и призов, будет получать кубок. И за первое место мы спешим поздравить команду Ярославского колледжа индустрии питания! Второе место заняла сборная Ярославского технического университета «Бронза» за высшим военным училищем противовоздушной обороны. И приятный спортивный бонус для всех команд-призеров – пригласительные билеты на хоккейный матч «Россия-Финляндия». Поединок состоится в арене 2000, 7 февраля. Ну что ж, не скучали сегодня и студенты Ярославского градостроительного колледжа. Ребята устроили свой традиционный снежный флешмоб. И соревновались в создании снеговиков. Но полет студенческой фантазии не ограничен. В итоге на площадке появились разноцветные снежные гусеницы. Авторы лучших скульптур получили призы. Мы делали снежное сооружение из эпохи Ренессанса. Сначала мы вырезали его из картона, а потом облеплили снегом. Кульминацией этой недели становится День студента, Татьянин день. Когда мы собираемся во дворе нашего колледжа, и ребята соревнуются в том, кто сделает самую лучшую снежную фигуру. Они готовятся к этому заранее, готовят различные краски, готовят цветные ледышки. Ну и, как вы видите, активно принимают в этом участие. Но в действительности не только праздником единым. Студенты ярославских вузов – победители всевозможных олимпиад. Вот новость последних дней. Восемь студентов математического факультета Ярославского государственного университета завоевали бронзу в командных состязаниях международной математической интернет-олимпиады в Израиле. Причем сразу две команды получили медали за третье место. Эти же команды брали и серебро в командном блице. А вот и еще одна прекрасная новость ко дню студента. Команда Шурочка из Семибратова вновь стала участницей премьер-лиги КВН. Такого результата ребята добились по итогам 30-го международного фестиваля КВН в Сочи. Вместе с нашими юмористами в премьер-лигу вошли 23 коллектива из разных уголков России. Всего же за выход на почетный уровень боролись более 600 команд. И вот отвязные ярославские КВНщики сейчас находятся на прямой связи со студией по телефону прямиком из Сочи. Анастасия, я вас приветствую. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Ребята, ну рассказывайте, как ждалась такая победа и много ли все-таки достойных команд прошли в премьер-лигу? Нелегко, наверное, нам все-таки было. Все-таки по результатам прошлого года, наверное, мы заслужили этот проход. Очень много в этом году было команд, которые могли бы быть в премьер-лиге. Очень много хороших, достойных, классных, смешных. Но как-то так получилось, что мы в этом списке тоже есть. О чем шутили тогда? Чем удивляли жюри и почему удалась такая победа? Реквизитом. Реквизит. Большие ширмы, красивые декорации. Красотой брали. Красотой брали. Хорошо. А шутки-то интересные были? Смешные? Мы старались, получилось. Если бы были очень смешные, мы были бы в высшей лиге. Да, да, вот так можно сказать. Ребята, я так знаю, что вы в премьер-лиге уже были, да, и даже доходили до финала. Тогда вот почему победа не срослась? Что случилось? Почему не вышли в финал? Победа? Победа почему не получилась? Да. А, ну потому что нашла команда, которая достойнее нас может представить. Вот, и бабушки. Немножко промахнулись в некоторых местах. Ну да. Есть команда, которая все получает, есть те, которым надо работать. Вот мы там, педры, надо работать. Мы стараемся. Но работать-то будете? Планы-то, перспективы, надежды, уверенность в победе есть? Да, 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 наверное. Только денег нет. Да. Я думаю, что будем всем миром собирать вам на вашу победу и надеемся, желаем вам удачи. Ребят, и последний вопрос. Вот сегодня гремит день студента, 25 января. Для вас студенческая жизнь это что? Это уже прошлое. Ну, было классно, круто. Наверное, для всех это самое светлое, самое замечательное. Вот, всех поздравляем с Днем студентов. Всех студентов с праздником. Всех хотим. Ну, самое яркое событие в вашей студенческой жизни? КВН. КВН. Да, мы получили дипломы. КВН – это любовь. Да, да. КВН – это жизнь. КВН – это жизнь. Спасибо, ребят, большое. Поздравляю вас и желаю дальнейших успехов. Команда КВН Шурочка и Семибратова была на прямой связи со студией по телефону. Ребята вышли в премьер-лигу КВН. Тем временем, согласно народной мудрости, студент никогда не упустит шанс отдохнуть от учебы. Но вот от бесконечного торжества его отвлекает лишь горячее сессионное время. Зима и всегда тяжелые экзамены. Экзамены среди студентов есть и репортеры нашего телеканала. Берите билет. Он перевернет листок, а дальше дело техники и смекалки. Вторая у студентов Ярославской области традиционно просыпается в середине января, на заре зимней сессии. Сумки в угол, телефоны убрали, идет экзамен по истории. Его прозвали Калитан, потому что выходила с кошельком. Сегодня сдают филологи. Пусть даты не совсем точны, а имена забыты, зато Русь у них великая и могучая, а враг был стерт с лица земли. Для Даши эта сессия первая в жизни, но девушка уже знает, одной зубрежкой на пятерку не наработаешь. Здесь нужна помощь посерьезнее. Вчера перед экзаменом с утра и вечера помолилась, с вечера положила под подушку икону мою святую, и все. Я просто верю, что таким образом моя покровительница мне нашепчет туда ответы. Кому-то везет меньше. У физиков сегодня напряженный день. Одни перестали понимать лабораторные, а вторые и вовсе завалили экзамен. Ребят, радиофизики, поднимите руки, кто сегодня сдал экзамен? Сдал. А пока еще не вышел. То есть у вас сегодня, вот из вас никто? Сегодня. Здоровый юмор – признак старшекурсника. Они поопытнее и знают, что ни зубрежка, ни приметы не помогут вытащить удачный билет. Нет, есть люди, которые не моют голову, там, тело и сдают экзамены, но у нас таких нет, как бы, мы уже люди взрослые, уже третий курс. Мозг, думай. Так-так, какие у нас варианты? О, смотри, свободно за Ивановым. А это значит, что при наклоне 40 градусов можно выпадать из абсурра препода примерно на 70%. Это видео за несколько суток облетело интернет и уже стало классикой студенческого юмора. Каждое новое поколение сдающих изобретательнее предыдущего. Достают умные часы, заказывают микронаушники, забывают, пожалуй, только об одном – преподаватели тоже когда-то были студентами. Довольно быстро раскусываешь студенты, хотя, тем более, что там семестр целый и так далее, но они ведь могут на экзамене совершенно по-другому, так сказать, с другой стороны себя показывать, гилолог. Ну вот рассказывает о князе Владимире. Вот он, значит, говорит мне. Он был вот незаконным сыном Святослава, его называли Рабинович. А на самом деле он Робичич был, сын рабыни. Ну мы все вместе посмеялись. Так что же сделать, чтобы услышать заветное «давайте зачетку»? Преподаватели советуют писать шпаргалки и оставлять их дома. Лучше запоминается. В интернете предлагают списать по новой методике, но только настоящий студент знает – лучше все и сразу. А вось получится. Проснуться, встать с левой ноги, почистить зубы левой рукой – кому-то такой ритуал помогает сдать экзамен. Другие перед ним предпочитают не мыть голову и не стычься, дабы не растерять только что полученное знание. В моем случае самое время начинать верить в приметы. Впереди два сложных экзамена. Ну, ни пуха ни пера. Или, как говорят у нас у студентов, халява, приди. Тяжелая пора сессии не только для студентов, но и для преподавателей. А 25 января – время передохнуть для всех. Мы вычислили профессора исторических наук ЯРГУ имени Демидова, который сегодня отмечает сразу два праздника – и именины, и профессиональный студенческий. Татьяна Гавристова ожидает дома гостей по случаю праздника, поэтому в студию прийти не смогла, а вот по телефону принимать поздравления уже готова. Татьяна Михайловна, добрый вечер. Здравствуйте. Рада вас слышать. Татьяна Михайловна, ну, поздравляю вас в первую очередь с именинами. И вот расскажите сразу же первый вопрос. Как Татьяны, да еще и преподаватели отмечают День студентов? О, это большой праздник для меня, потому что обычно 25 января я еду в Москву и в Москве вместе со своими друзьями, с которыми училась в аспирантуре, в институте стран Азии Африки и в докторантуре. Мы ходим в театр обычно, но сегодня то редкое исключение, потому что я немного приболела и в Москву поехать не смогла. Поэтому вы меня заставили, заставили в Ярославле. Ну, а в День студента хотя бы у преподавателей есть немножко времени на отдых с именинами? Вас поздравляют студенты? Да, поздравляют в очень большом количестве. По трем телефонам, по интернету. Очень много студентов и аспирантов поздравляет. Очень приятно это, соответственно, ото всех получить поздравления. Студенческие годы свои помните. Вы, безусловно, были студентом. Самый яркий момент. Самый яркий момент. Ваши студенческие. 25 декабря 1978 года у нас был последний звонок. 25 января 1979 года мы сдали последнюю сессию. И вот это, конечно, помнится. Было очень много веселья, гуляния. Это были страшные морозы вообще в тот год. И морозы эти не мешали студентам гулять и веселиться. Ири, скажите, пожалуйста, вот давайте немножко такой серьезный вопрос. За время вашей работы уже педагогом насколько изменились студенты? Вы знаете, мне кажется, что студенты вообще не меняются. Я преподаю такой курс, который называется «История страны Азии Африки». И много лет занимаюсь исследованиями именно африканских студентов. И вот я люблю говорить, что студент, он и в Африке студент. И 30 лет назад, мне кажется, и 50 лет назад студенты были совершенно такие же, как сейчас. Были разные, увлеченные были студенты, были не очень увлеченные, были такие родивые, неродивые. Может быть, единственное, что отличает нынешних студентов, это то, что они далеко не все мотивированы. Мотивированы на профессию, мотивированы на учебу. Но мне кажется, наверное, время такое сейчас, что достаточно сложно идет процесс поиска профессии и вообще увлечения в жизни. Но, в принципе, я считаю, что студенты очень хорошие, замечательные студенты. И не стоит, не грозит, то есть испортиться они не могут. Спасибо большое, Татьяна Михайловна. Ну что, студентов еще раз поздравляю с праздником, а вас тоже с праздником с именинами в первую очередь. Татьяна Гавристова, профессор и доктор исторических наук ЕРГУ имени Демидова, была на прямой связи со студией по телефону. Тем временем у вас еще есть время впрыгнуть в последний вагон и поучаствовать в крутом челлендже от первого Ярославского. Выкладывайте в социальные сети фотографии студенческих времен с хэштегами «Яр-студент, первый Ярославский день студента». Неважно, учитесь вы сейчас или давно закончили, главное, чтобы фотография передавала ту незабываемую атмосферу студенчества. Фотографии, которые соберут больше всего лайков, получат призы. К слову, уже сейчас в челлендже борьбу за подарки развернули несколько сотен претендентов на победу. Среди них ведущие журналисты, профессора и яркие личности региона. Не отстают и современные студенты. Успей принять участие и ты подписывайся на наши аккаунты. Итоги подведем уже 28 января. Ну что ж, надолго от момента, когда можно уже отмечать Татьянин день, отвлекать вас не буду. На дворе пятница, поэтому пора. Впереди еще раз вместе вспомним самые яркие события студенческой жизни. Я прощаюсь. Хорошего вечера. С экзаменами обычно шутить не следовало. Был серьезный расстрой. А вы на кого учились? На крыльчан. Среди мне подсказывают, соответственно. Ну, подаватель замечает и говорит, мол, что вы делаете-то? Вот я говорю, не мешайте, она молится. Было прекрасное время, весело, задорно, забавно. Как отдыхали, как веселились? Как гуляли, отдыхали. Я не знаю, зимой лыжи, коньки, ночные заведения. Всегда вместе, всегда дружно, весело. И все, все вместе. Девушками гуляли. Как гуляли? О-о-о!